Это программа «День с толком» в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Спрос выше предложения. В Алтайском крае осталось всего 16 доз вакцины для подростков. Еще один ремонт моста и работы уже начались. Как в ближайшие полгода будут жить в Новоалтайске и Белоярске? Праздник для двоих. Как и где барнаульцы находят свою любовь? Следователи проводят проверку по факту падения ребенка с шестого этажа многоквартирного дома. ЧП случилось в Барнауле сегодня утром в доме на Южно-Власихинском проезде. Из окна выпал малыш 2020 года рождения. При этом дома находились мама и дедушка ребенка. Взрослые решили проветрить детскую комнату и открыли окно, из которого мальчик, находившийся без присмотра, выпал вниз. С переломом ноги ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи вновь обращают внимание на необходимость более ответственного подхода взрослых к безопасности детей. Впрочем, дело касается не только окон. Мать и отца из Шалобольхинского района, которые выгнали своего ребенка на мороз, лишили родительских прав. Это случилось после истории, когда в январе одного из сыновей семейства заметили на улице без одежды. Позже стало известно, что в апреле прошлого года отчим избил пасынков бутылкой. После этого мальчиков забрал родной отец, но вскоре вернул обратно. Сейчас против матери ее сожителя завели несколько уголовных дел об истязании, неисполнении родительских обязанностей, о применении силы против представителя власти. Они находятся под стражей. Отчему уже вынесен приговор за причинение детям вреда. Еще один ремонт моста. Вот только там он уже начался. Речь идет о путепроводе между Новоалтайском и поселком Белоярск. Сегодня утром движение на нем закрыли для всех видов транспорта. Как организованы маршруты теперь и как на это отреагировали местные жители, расскажем далее. С утра у моста, что связывает Новоалтайск и Белоярск, следующая картина. Машины подъезжают и разворачиваются. Путепровод закрыт на капремонт. Впервые за 35 лет с момента постройки. За это время очень сильно изменился поток транспорта, его интенсивность, его вес, его грузоподъемность. И он морально, физически этот объект устарел. Более того, полотно дороги, ограждение дороги, оно уже давно не соответствовало всем требованиям безопасности. И каждый раз, каждый год, который проходил до вот этого события, он подвергал угрозу жизни наших горожан. В администрации подчеркнули, год от года движение на объекте становилось все опаснее для горожан. Между тем, жители Новоалтайска и Белоярска отреагировали на эту заботу неоднозначно. В частности, люди подчеркивают, что маршруты общественного транспорта стали неудобны. Особенно больше народ беспокоит 120-й, который не будет доходить до школы, до поликлиники. Поэтому детям придется целую остановку идти пешком. Проще говоря, 120-й маршрут, который теперь выезжает из одной части поселка на Новосибирскую трассу, просто не будет заезжать в другую ее часть, там, где находятся социально значимые объекты. И теперь жителям придется идти к ним на своих двоих. Люди, естественно, недовольны новым расписанием автобусных маршрутов, которые будут следовать по Новосибирской трассе. В основном переживания идут по поводу детей, учащихся в Новоалтайске. Мост будет отремонтирован до декабря 2022 года. Нужно потерпеть. В ближайшее время будет сделана корректировка расписания общественного транспорта, где будет учитываться интерес новоалтайцев. Вместе с тем, в администрации города уже предвосхищают обновление моста и подчеркивают, что это значимое событие для города. Будет каждая опора моста одета в мощную металлическую решетку. То есть, скажем, такой кожух из металла, который будет подводиться под само основание моста. Там производились очень сложные технические расчеты, что позволит этим опорам увеличить их мощность. Закончить работу, по словам Бодунова, возможно, удастся раньше. Осенью объект обойдется в 175 миллионов рублей. Анна Раша Гирова, Александр Антропов. День с толком. На Алтае заканчивается первая партия вакцины для подростков от коронавируса. Среди медицинских организаций региона распределили 1680 доз препарата «Спутник М». И сейчас число привитых детей от 12 до 17 лет больше полутора тысяч. Первая партия поступила в регион в конце января. Ее приняли 97 медучреждений. Причем прививание проводили не только в поликлиниках, но и в учебных организациях. Несовершеннолетние проходили процедуру с разрешения родителей. Однако с 15 лет подростки могут сами принимать решение о вакцинации. К слову, о повторной поставке препарата пока ничего не известно. Тем не менее, в планах алтайских медиков привить около 80 тысяч подростков. Добавим, на Алтае регистрируют новый антирекорд зараженных. В вузах Алтайского края приняли решение продлить дистант еще на неделю. Напомним, студенты политеха, АГУ и педуниверситета две недели находились на домашнем обучении. Новая вспышка коронавируса сильно ударила по вузам. Многие студенты и преподаватели вышли из строя. Подробнее в материале Ирины Корчагиной. Нур-Эддин Дубаш – студент Алтайского технического университета. Парень приехал из Марокко и совсем недавно начал изучать русский язык. Нур-Эддин планирует остаться в России. Вот только осваивать великие и могучие дистанционно не только скучно, но и очень сложно. Мне нравится онлайн, потому что я не понимаю хорошую Европу. Русский язык – это трудно. Шла третья неделя дистанта. В Политехе приняли решение продлить онлайн-обучение до 20 февраля, так как количество заболевших преподавателей и студентов увеличилось в два раза. На этот раз университет не стал переходить на полный локдаун. У студентов все же есть возможность попасть в вуз при необходимости. А вот лекции и практики ушли в онлайн. И кому-то это даже по душе. Обучение у нас все равно в таком формате идет, что если человеку интересен предмет, он его самостоятельно изучает. По формату я бы не сказал, что какие-то большие отличия, разве что ехать не нужно, тратиться лишний раз и все. Выходят на работу преподаватели, которые заболели, допустим, около двух-трех недель назад, но тем не менее появляются новые случаи заболеваний. Чтобы у нас не произошло лавинной передачи коронавирусной инфекции, было принято решение на одну неделю продлить дистанционное обучение. Продлить дистант еще на неделю решили и в педагогическом университете. Здесь, помимо живых пар, студенты вуза уже пропустили снежный десант, который перенесли на неопределенный срок. Мы ведем свой внутренний мониторинг, это заболевшие студенты и педагогические работники. И, к сожалению, здесь также количество заболевших достаточно большое, оно не уменьшается, поэтому принято решение еще на недельку продолжить образовательную деятельность в дистанционном формате. Если сейчас по результатам нашего мониторинга ситуация начнет стабилизироваться, мы будем выходить в очный формат обучения. Отличился Алтайский госуниверситет. Спустя две недели онлайн-обучения здесь вернулись к учебному процессу в обычном режиме с сегодняшнего дня. Практические занятия проходят в вузе, поточные лекции в дистанционном формате. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком. Сегодня день всех влюбленных. По статистике отмечают его россияне все реже. В этом году всего 12%, в основном люди до 34 лет. Между тем, многие признаются, праздников для двоих много не бывает. И это еще один повод порадовать свою половинку. Кстати, чтобы найти ее, люди сейчас используют самые разные способы. Гораздо более разнообразные, чем пару десятков лет назад. Так где сейчас находят любовь и все ли средства хороши? Подробности в нашем сюжете. Он такой воспитанный, весь такой заботливый. Ну, он как бы и от таких вот, ну, не приступает закон. Ну, то есть вот такой вот он, добрый очень. Кристина говорит о своем теперь уже муже, Александре. Такие истории случаются нечасто. Обычно женщины едут за мужьями и создают семьи в колониях. А тут мужчина с волей расписался с ней как доворовкой и наркокурьершей. Правда, знакомы они были до попадания Кристины за решетку. Но и после. Свою любовь Александр не то что не бросил. Чувства, наоборот, крепчали. Да и девушка спустя время поняла, что это ее человек. Поэтому предложение руки и сердца приняла. Расписались на коротком свидании, были в масках. Вместо поцелуев помахали друг другу рукой. Так что самый большой подарок от любимого, по мнению Кристины, это он сам. Когда человек рядом, допустим, и не нужны никакие подарки. То есть он как бы, он не предатель, он всегда вообще во всех отношениях со мной. То есть что бы я ни сделала, как бы я себя не вела. То есть он всегда рядом. Кристина теперь часто пишет письма мужу и верит, что после освобождения у них будет счастливая семья. О семейном счастье мечтают десятки жительниц Барнаула, когда выбирают для знакомства брачные агентства. Да, это по-прежнему популярно. Особенно если мужа дамы ищут заграничного. Мечты многих сбываются. Молодые и, главное, уже зрелые, не раз обжигавшиеся в жизни женщины, находят свою половинку. Бывает искра вспыхивает, даже общаясь по скайпу. Руководитель брачного агентства, как сейчас, помнит первое знакомство по скайпу 50-летней клиентки и французского жениха. Когда мы проводили им скайп, она сидела и улыбалась. Правда, не часто так бывает. Как правило, все-таки людям требуется время, чтобы эта искорка как-то проникнуться друг к другу. А здесь это правда было очень интересно и приятно наблюдать со стороны, как они смотрели друг на друга. Он был, конечно, ей очарован. И она такая, ну он все-таки похож на моего брата. Нужно просто верить, говорит Анна, что любовь можно встретить в любом возрасте. И с гордостью показывает фото счастливых пар, чьи сердца помогла когда-то соединить. К слову, любовь случается и по интернету. Онлайн-знакомство сейчас в тренде. Так ли это, мы спросили у горожан. Я с мужем познакомилась через Инстаграм. Вы как познакомились? По старинке. Как сейчас знакомится молодежь? В социальных сетях. Ну хотя мы со своей женой познакомились на турбазе. Это кафе. Традиционные места еще никто не отменил. Ну надежнее, конечно, человека увидеть вживую. И первое впечатление не всегда обманчиво. Может быть, люди знакомятся в интернете, но я такое не очень люблю. Почему? Не очень доверяю я людям, которые в интернете находятся. Не люблю такое. Лучше живьем? Да. Так что старый добрый способ знакомства приветствуют представители разных поколений. Но пробовать и другие ради того, чтобы найти свою половинку, тоже стоит. А если уже нашли, уделите сегодня ей или ему особое внимание. Даже если 14 февраля не считаете своим праздником, несколько минут или часов, проведенные в романтической обстановке, добавят вам новых положительных эмоций. С любовью к зрителям. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. А тем временем жители региона ждут еще одну дату, только чтобы уже скрепить себя узами брака. 22 февраля. Эту дату называют «полиндромом», то есть она одинаково читается в обоих направлениях. Так вот, 164 пары в Алтайском крае подали заявление на регистрацию брака 22 февраля. Но надеяться на магию чисел в делах семейных все-таки не стоит. Об этом говорит и статистика. В прошлом году в регионе было зарегистрировано около 12 тысяч браков, а разводов около 9 тысяч. И наверняка многие из этих молодоженов тоже когда-то выбирали красивые даты для своей свадьбы. А теперь к другой теме. 12 февраля для жителей края был волнительным днем. Алтайские спортсмены вышли на старты Пекинской Олимпиады. Два наших представителя, биатлонист Данил Серохвостов и конькобежец Виктор Муштаков, дебютировали на международной арене. Успешен ли дебют, расскажет мой коллега Дмитрий Дроздов. Этот день точно войдет в историю алтайского спорта. Дебютные старты Олимпийского уровня прошли в субботу для двух наших спортсменов. Конькобежец Виктор Муштаков – главный объект алтайских надежд. Дистанция на 500 метров, коронная для парня. На последнем Кубке мира перед Новым годом он выиграл эту дистанцию. Победу ждали и в этот раз. Но лишь девятый результат из 30. Выложился на все 100, но форма ушла. Бег не сложился, много сбоев. Силы закончились после 250 метров, увы. Ну тут и психологический фактор, и технический. Ну и как он еще сам звонил, говорил, что после того, как переболел в начале января, форма та, которая была в конце декабря, когда он Кубок мира выиграл, так что-то и не пришла к нему. После того Кубка мира Виктора подкосила травма. Восстановиться на 100% он не успел. После разгона, прям вот после первых 100 метров, прям как бы большой оптимизм был. 9.45 разогнался, и быстрее только китайцы 9.42. Микросбоев было очень много, микросбоев, и очень зажат был. Ну да, психологически давило очень сильно на него. После дебюта Виктор скажет, не думал, что так может получиться на самом главном старте в моей карьере. Но если муж такого больше подвела физика, вторую нашу надежду биатлониста Даниила Серохвостова – психология. Он дебютировал на дистанции 10 километров. Спринт с двумя огневыми рубежами. Спортсмен не болен и был в отличной форме, но сказался опыт. И еще одна причина – природный фактор. На пристрелке было солнечно, биатлонисты подстроились под этот свет. Но Даниила, как бывает с дебютантами, отправляет стартовать в последней группе. К тому времени солнце в Пекине уже заходило и включалось искусственное освещение. И это сильно повлияло на стрельбу, объяснил нам один из преподавателей Даниила – Виктор Кучеров. Когда освещение меняется, средняя точка попадания пули в мишень смещается в зависимости от освещения. С этим одним бы он справился. Но когда еще такой порывистый ветер, то есть, ну если честно, там видели, да, то есть великие, как бы это столько промахов делали. Пока у меня только расстройство, больше ничего. На самом деле я мог закрыть два последних, но первый промах ушел выше, а в случае со вторым я поторопился. Я думал, что выступлю сегодня намного лучше даже с теми же двумя промахами. Не могу сказать, почему так. Возможно, так давит высота, а может быть, это упущение в подготовке к играм. На следующий день Данил Серохвостов побежал гонку-преследование на 12,5 километров. Чудо не произошло. 39 место. Ну, что приятно, из 58. Но на этом выступление наших спортсменов на Олимпиаде не закончилось. Завтра у биатлонистов эстафетная гонка. Выступит ли на ней Серохвостов, узнаем скоро. А 18 февраля конькобежец Виктор Муштаков побежит на дистанции 1000 метров. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстрецкий. День с толком. Барнаульский планетарий вновь ждет гостей, но уже на новом месте. Теперь в нем можно будет не только посмотреть на звезды, но и, например, проводить интерактивные презентации. Это стало возможно благодаря обновленному оборудованию. О том, что еще поменялось вместе с адресом, в нашем сюжете. Из церкви в кинотеатр. Переезд Барнаульского планетария на новое место окончен. Этого ждали три года и накануне первые посетители наконец-то смогли увидеть звездное небо. Но теперь еще и в разрешении 4К. Для этого к уже имеющейся оптико-механической системе Карл Цейс докупили современное цифровое оборудование. Было потрачено порядка 9,5 миллионов на приобретение этого оборудования, то есть и купола, и цифровой системы. Плюс мы подготовили наш старый аппарат, ему была сделана реставрация, ему был сделан лифт. С помощью лифта можно регулировать высоту прибора. Это необходимо для удобства просмотра. Также для планетария разработан уникальный купол. Его цвет позволяет использовать и цифровое, и аналоговое оборудование. Помимо этого здесь появился и новый телескоп для наблюдения за Солнцем. Его плюсы, прелесть в том, что с помощью него можно наблюдать атмосферу Солнца, различные грануляции, то есть солнечные пятна, возмущения какие-то на Солнце, которые там возникают. То есть он дает более детальную картинку самого Солнца. Прибор стоимостью более полумиллиона рублей будет доступен для всех желающих. Планетарий планирует проводить открытые сессии для наблюдения за светилом. Также скоро здесь должны начаться работы над созданием кафе, музея и лектория. И, конечно, над новой программой. Мне понравились масштабы, мне понравилась красочность. На самом деле я была в планетарии однажды за границей, и это мой первый планетарий в Российской Федерации. Ну, круто. Очень, мне кажется, в рамках нашего города, очень масштабно. Одновременно планетарий могут посетить не более 45 человек. Билеты уже поступили в продажу, и говорят в планетарии, они входят в программу пушкинской карты. Так что посмотреть на виртуальные звезды молодежь сможет бесплатно. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...